Всем приветики, ребята! Всем доброе утро! Кстати, напишите, кто из вас смотрит мои видео именно с утра. Мне очень интересно, потому что я обычно говорю всем доброе утро, потому что у нас как будто начинается. Я часто начинаю видеоблог именно с утра, чтобы показать вам все, что происходит у меня за день с разных сторон. Вот сегодня я договорилась посмотреть жилье, два жилья. Я не знаю, получится ли у меня там поснимать или нет. Я надеюсь, что да. Потом я съезжу в магазин, приготовлю обед, и мне сегодня очень хочется попасть в одно потрясающее место. У нас здесь недалеко открывается новый отель, он невероятно красивый, там офигенные бассейны. И сегодня последний день, когда вход туда бесплатно. Поэтому я сегодня всеми силами попытаюсь сюда попасть. Дело в том, что на велосипеде ехать туда довольно далеко. Но если меня никто не сможет взять вторым пассажиром, я уже всем девочкам написала, то поеду на велосипеде, либо арендую байк. Как раз потренируюсь. Когда лежит эта собачка, ее нужно обязательно погладить, потому что, мне кажется, она это просто обожает. Эй, друг, ты как? Нет, мы смотрим домик один тут, двухэтажный, с таким большим балконом. На втором этаже кухни нет, есть только на первом. Но опять то, что мне не подходит. Я вообще думала, что это с одной спальней домик. Так, это вот на втором этаже так. Старенько, старенько. Я говорю, то, что мы сейчас снимаем, у нас просто все идеально. Но зато виды красивые. Окей. На первом этаже то же самое, тоже спальня. Она еще такая более темная. Свет такой тусклый. Ну, тут садик зато есть. В общем, что-то хорошо, что-то не очень. Но кухня мне не понравилась. Тоже все закрытое. Просто тараканник. Я называю это, потому что очень темно. Тараканы точно будут. Короче, мне не понравилось. Так, сейчас увиделась с Катей. Попили мы соков. И собираюсь идти посмотреть новое жилье. Но я уже со всеми поговорила. Все обдумала. И поняла, что мы снимаем самое лучшее жилье. Я уже иду просто, чтобы пофотографировать, посмотреть. Может быть, вам показать получится. И Катя тоже сделала несколько фото. Потому что Катя тоже сейчас ищет. Так, смотрим еще одну комнату. Так, сейчас мы посмотрим ванну. Ага. Душ. Это. Сюда. Дальше. Стоит примерно 400 долларов. Такая кровать. Ребят, к сожалению, сейчас нет нормального фотоаппарата. О, привет, это я. Нет нормального фотоаппарата, чтобы вам показать все. Просто на этот фотоаппарат не очень хорошо получается. Это первая комната, вторая комната, типа как гостиная. Есть стол, все, чтобы работать можно было. Здесь кухня. Все стандартно. В отличие от того, что я смотрела, здесь все более-менее свежее. Вот. Но, есть одно но. Сейчас вам расскажу. Здесь есть бассейн, ребята. Кстати. Мне, кстати, цена нормальная. Цена нормальная за то, что здесь есть еще и бассейн. Вау. Водичка. Водичка хорошая. Просто заходишь в этот дом, и там такой запах плесени, сырости. Фу. Ой. А так-то хорошо. Хорошее все. Там даже вроде как дизайн какой-то, знаете, декоративные элементы есть. То, что бассейн, и то, что находится в хорошем месте. Все хорошо. Если бы я вот на фейсбуке, да, увидела это жилье, в принципе, его на фейсбуке и увидела, мне сразу показалось, такое, ой, так классно, все, там фотки. Прекрасно. Ты заходишь, ты чувствуешь вот этот вот запах плесени. Плюс сейчас начнутся дожди. Это все будет заливать. Будет еще больше плесен расти. Я надеюсь, что наш дом еще никому не пересдали. Пока муж работает, решила съездить в магазин, приготовить ему на обед что-нибудь. И смотрите, я сейчас на велосипеде вот в эту горку поднимаюсь. Такая разминка для ног. Будут подкачанные ножки и икры. Икры, кстати, у меня уже вообще такие здоровые. Искала сегодня скупи в аренду. Вообще, ничего не могу найти, потому что все какое-то старенькое. Хочется байку новее взять, но все разваливается. Ребятки, приветик. В общем, я собралась в какое-то невероятно шикарное, офигенное, красивое место, которое сейчас бесплатный вход. Позже будет 13 долларов вход. Сейчас они только открылись. Это спа. Но в основном там бассейны, я так понимаю, из-за спа. Бесплатное. Вот, в общем, я спешу туда с вами на последний день. Договорилась еще там увидеться с девочкой. Планирую сегодня поплавать, показать вам это место. Надеюсь, что я доеду в целости и сохранности. Ехать 12 километров, поэтому я вызвала байк. Не вызвала, сейчас вызову такси-байк. Стоит развлечение очень недорого, поэтому я решила гулять так гулять. Вот. Потому что у меня девочки водят байки. Вот. Но все очень осторожничают. Я их прекрасно понимаю. Поэтому пока ездят по-одиночке. Спустя полчаса дедуля-одуванчик доставил меня на свои развалюшки до этого места. Тут, конечно, шикарно. Сейчас вам буду показывать и сама смотреть. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Интересно, теплая вода? О, вода теплая вообще в джакузи. А это отлично. Мне тут уже так нравится. Я уже хочу поскорее найти местечко и раздеться, и поплавать. Прикольно, здесь есть такой пол прозрачный. Но мне не страшно на нем стоять. Все фотографируют. Много людей сегодня. Ну, потому что последний день бесплатного входа. Я думаю, если раньше бы узнала, то приехало бы, было бы не так много людей. Ага, так, хорошо. Сейчас мы спустимся туда. Посмотрим. Ну, вообще красота. А там рисовые террасы. Вау. Самая высокая точка здесь. Рестораны тут. Все сидят, что-то кушают, что-то пьют. А, ну это не бассейн впереди, то что. Не бассейн, просто зона отдыха. Ну, не бассейн, значит, неинтересно. Но ладно, все равно пройдусь до конца. Я думаю, что я где-то присяду. Где-то недалеко от входа. Потому что девочки придут еще мои, чтобы я их не пропустила. Я надеюсь, что все-таки кто-то придет. Так, нужно сегодня настроить себя на фотографии, на делание фотографий. Обычно у меня нет настроения такого. Смотрите, какая-то национальная избушка. Очень интересно. Очень интересно. Все бамбуковое такое. Правда, похоже на их место. Но вот такая печка. В общем, да, очень интересное место. Мне очень нравится. Я уже 500 раз уже сказала, как мне здесь нравится, как я рада, что все-таки выбралась. Поехала на такси, вышла из зоны комфорта, решила. Но... О, давайте спустимся вот по этой лестнице. Интересно такое. Домой оно все. Пора такси, чтобы Пашку не отвлекать. О, беседочка такая. Можно потом вот здесь посидеть. Вау! Ну, ребята, такие фоточки можно сделать. Так, Юля, Юля, нужно настроиться на фотографирование. На фотосейшн, давай. У меня просто иногда есть настроение, иногда нет. Так. Очень-очень красиво. Так, пойду хоть уже что-нибудь займу, потому что мне кажется, что еще чуть-чуть, и все будет занято. Сейчас много гостей пришло после обеда. Заняла беседочку. Я все смотрю на тех девушек, и мне кажется, вот они-то точно знают, как нужно отдыхать. Антон с Настей приехали тоже. Бассейн не очень глубокий. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ребятки, а мы уже переместились из бассейнов в кафешку. Здесь Паша. Паша наконец-то остановился от работы. Еще у нас здесь Антон. Антон, привет! Я за вечер, я здесь Питер. Антон довез меня. Большое спасибо. Мы пришли покушать. Я заказала в себе гринкарин. Давно не заказывала это блюдо. И рис. Паша, что у тебя? Мясо гринкарин. Кстати! Ваша шлычка. Да. Сарайки. Забавно. Давно тебе не приносили такой у нас сигарет. По-моему, даже никогда. Обычно приносят просто рис. И не такой красивый. Не, это классический гаринк. Обычно только вот эта чипсина большая и одна. А так? Не, на самом деле, обычно просто не куры, знаешь, прям куски, а такие, ребят, ошметки. А здесь, смотри, ну вот прям, ну смотри, вон. Куски курицы. Знаешь, приготовил все украденько, все, и просто курицы. Ошметки вкинул, да? Ну, а теперь вот то, что нужно. Вот. Антон нам посоветовал это место. На самом деле, мы тут рядом живем. Не как бы все время мимо проезжали, а тут говорят, давай, давайте заедем, давайте. Ладно, приятного аппетита. Все будем наслаждаться своей едой. Всем приветикам, уже вернулись домой. Сейчас заезжали в магазин. Покажу, что мы покупаем. На самом деле, продуктовая корзина, так сказать, у нас примерно всегда одна и та же, но вдруг вы забыли. Во-первых, лук-порей. На самом деле, первый раз, наверное, здесь купил лук-порей. Вообще, первый раз за долгое время, потому что... Так, тут не смотрите. Тут ничего нет, тут ничего нет в раковине. Хочу приготовить, ну, жаркое. Из курицы, там просто лук-порей в рецепте нужен был. Ну, ладно, я купила. Здравствуйте. Миллионер. Пришли отшлепать меня денежат. Отшлепать денежат. Я обычно так не говорю. Так, мы еще заехали в Болибуду. Вот у нас магазин есть, называется вот так вот. Болибуды. Смотрите, какие у них пакеты смешные такие вот. Вот из газеты. Но на самом деле, они сами говорят, что будьте осторожны, потому что их пакеты просто нифига не держат. Вот смотрите, бутылка, она... У них конденсат. Она просто пакет вот этот размочила. Размочила весь пакет и все, под пакет можно выкидать. Короче, странная, странная штука. Тут Паша фисташки купил себе. Говорит, хотел шипсы купить, а потом, говорит, вот фисташки натуральные. Так, гранола. Ем по утрам. Еще теперь нам понравился очень вот этот соус песто. Вообще его можно сделать. Тут продается базилик, оливковое масло. Можно самим сделать, но нужен блендер. У меня блендера нет, поэтому я покупаю уже готовый. Я его добавляю в спагетти, вот такос, когда делаю. Ну и вообще со всем, что можно, можно даже с хлебом есть этот песто. Так, тут грибы. Стандартный набор сыр-масло для бутиков и вообще. Из мясного у нас сегодня, значит, окорочка, как обычно, на супчик. И здесь... А, здесь бедрышки без... Без кости, вот. Еще тут молочко, кабачки и морковка. Обожаю эти дни, когда вечером не нужно готовить. Я люблю готовить завтрак, обед. Ужин я готовить не люблю, потому что... Ужин не люблю готовить вечером, потому что я уже спать хочу вечером. Вот. Ну, классно, сегодня не надо. Сегодня перекусили. Сейчас я полежу, немножко поразбираю фотографии, которые нам сделал Антон. Большое спасибо. Такие, не знаю, классные фотографии. На самом деле, я вам говорила, у меня не всегда есть настроена фотосессия. Но сегодня, как-то, знаете, так вот Антон сказал, все, иди, стой там, делай то. Ну, как-то вот провел, так сказать, небольшую фотосессию нам с Настей. Поэтому получилось вроде нормально. А вам хочу пожелать доброго дня. И пусть у вас все будет просто замечательно, хорошо вам настроение. Мы с вами увидимся в следующем видео. Подписывайтесь на канал, обязательно. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать наши видео. Чтобы вам напоминание проходило, когда они выходят. И ставьте лайки, комментарии оставляйте. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok